Гулять, гулять! Гулять, гулять! Аннабель, ты хочешь гулять? Ладно, сейчас я сделаю свои домашние дела, помогу тебе переодеться и мы пойдем гулять. Хе-хе-хе, нет, не хочу ждать! Но Аннабель, не капризничай. Я сейчас закину грязное белье стираться и мы сразу же пойдем гулять. А? Ты будешь стирать? Тогда я хочу тебе помогать! Ну ладно, так уж и быть, пойдем со мной. Смотри, сколько грязного белья у нас накопилось, целых две корзинки. Это все нужно постирать? Да, Аннабель, все. Откроем нашу стиральную машинку и сложим в нее наши грязные вещи. Купальник. Пижамка. Пара детских носков и детская шапочка. Хе-хе, теперь начнется самое интересное! Это точно! Уберем наши корзины в сторону и закроем стиральную машинку. Теперь выберем нужную температуру. 30, 95, 60, 40. Я думаю, 40 будет достаточно. Теперь нальем машинку воды. Она достигла вот этой полоски. Это означает, что уже хватит. Теперь выберем нужную нам программу и заведем мотор. Хе-хе, ой, как здорово! А когда мы будем гладить? А гладить мы будем уже после того, как наши вещи постираются, а потом и высохнут. Ну а сейчас пошли гулять, Аннабель! Ребята, а вы любите помогать маме стирать грязные вещи и гладить чистые? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Уже утро! Какая прекрасная погода на улице! Я хочу гулять! Мама, я уже проснулась и готова идти на прогулку. Принеси мне, пожалуйста, самое красивое платье! Нюша, но ведь ты еще не умылась, не позавтракала, не почистила зубы. Ну что, ну что, ну что? Я хочу на улицу и хочу быть самой красивой девочкой во дворе! Ну ладно, ладно, уговорила. Ты пока погуляешь полчасика, а я тем временем приготовлю для тебя завтрак. Такое платье пойдет? Пойдет! Вот и все! Ты готова? Хе-хе, спасибо! Ты у меня самая добрая мама в мире! Пойду принесу тебе какой-нибудь подарок! Подарок? Какой еще подарок? Пойду, найду для мамы цветочек! Завтрак уже готов, а Нюше все нет и нет. Интересно, куда она пропала? Хе-хе, мамочка! А вот и я! Ах, Нюша, что с тобой? Почему ты такая перепачканная? И откуда этот тюльпан? Тюльпан я нашла в кустах! Это подарок для тебя! Ах, вот о каком подарке ты говорила! Спасибо, конечно, Нюша! Но еще больше подарок ты мне сделала, когда лазила по кустам и вся перепачкалась! Теперь мне придется тебя отмывать, а платье отстирывать! Ну прости меня, мама! Я же хотела как лучше! Ладно, я на тебя вовсе не сержусь! И потом у нас появился повод испытать новую стиральную машину! Ах, стиральную машину? Да, вот эту! Ой, тогда я бегу раздеваться! Вот, лови! Отлично! Я тогда постираю твое платье, а ты иди мойся! Ага, понимаю! Вначале откроем нашу машинку, нажмем на эту желтую кнопку, положим грязное платье внутрь и закроем дверцу. Откроем отделение для воды, зальем туда теплую воду. И моющее средство, которое прячется у нас внизу, вот в этом отделении. В этой коробочке для фазы 1, а в этой коробочке для фазы 2. Вот и все! Все приготовления сделаны! Теперь можно стирать! Нажмем на кнопку включить, а потом на кнопку старт. Если нам надо добавить воды, нажмем на эту кнопочку, где написано water. Чтобы машинка опять начала стирать, нажмем вот на эту кнопочку, где написано wash. Мама, я уже помылась, а мое платье постиралось? Я думаю, да. Сейчас нам нужно его отжать. Для этого нажмем на кнопочку, на которой написано spin. Ух ты, как весело! Обожаю смотреть, как стирает стиральная машинка! О, запищала! Да, раз запищала, значит платье постиралось. Но прежде чем открыть машинку, нужно слить воду. С задней стороны у нас есть специальный шланг. Вытащим его отсюда, аккуратно опустив в чашу для сбора воды. Вот и все! Теперь откроем машинку и посмотрим, хорошо ли отстиралось наше платье. По-моему, хорошо! На нем не осталось ни одного черного пятнышка! Так-так-так, настало время кормить своих деток. Что бы мне такое приготовить? Мам, испеки пирог. Я очень люблю пироги. Ммм, это очень хорошая идея, Миша. Только пирог будет с овощами. Ведь нам нужно сделать обед. С овощами? Ну ладно, пускай с овощами. Я овощи тоже очень люблю. Тогда приступим. Возьмем тесто и скалку. Мам, подожди, подожди, подожди. А можно я тебе буду помогать? Ты? Но ты же еще маленький, Миша. Ты совсем не умеешь готовить. Умею. Я готовил куличи из песка. Какой ты смешной. Куличи из песка и настоящая еда. Ни одно и то же. Ну пожалуйста, я буду учиться. Ну ладно, одевай вот этот поварской колпак. Будешь наблюдать. Только наблюдать? Пока что да. Потом, когда все запомнишь, будешь готовить сам. Ну ладно. Итак, как я уже сказала, для пирога нам понадобится тесто и скалка. А еще овощи, листья шпината, помидорки и форма для запекания. Вначале раскатаем тесто. Нам нужно сделать плоский блинчик, только не очень тонкий. Примерно вот такой толщины. Возьмем нашу форму и положим в него тесто. Лишние края уберем. Вот что у нас получилось. Внутрь положим овощи, листики шпината и колечки помидор. Из оставшегося теста сделаем красивые, аккуратные жгутики. Ими мы украсим наш пирог. Ух ты, красиво получилось. А теперь что надо делать? Ну как же, запечь, конечно. Откроем нашу духовку. Ой, Миша, мне звонят. Подожди минуточку, я скоро приду. Хм, подожди, но я не могу больше ждать. Я ведь очень голодный. Может быть я сам запеку этот пирог? Ведь я же делал куличики в песочнице. Да, я настоящий повар. Представляю, как мама удивится, когда увидит готовый пирог. Ой, а чем это так пахнет? А вот и я. Ну что, давай печь. А, Миша, что ты здесь наделал? Ты испортил наш пирог. Ты видишь, какой он стал черный и совсем несъедобный? Что же мы будем кушать на обед? Мама, я думал, что я умею готовить. Оказалось, нет. Я хотел как лучше. Эх, Миша, Миша. Ну ладно, не плачь. Я надеюсь, что этот случай послужит тебе уроком. Ведь, чтобы приготовить вкусный пирог, нужно не только соблюсти рецептуру, но и правильно его запечь. Так что же мы будем кушать сегодня? Ну как что, пирог, конечно. Только начнем готовить его с самого начала. Вот и все. Теперь запечем его при правильной температуре. 180 градусов на 20 минут. Ммм, мама, я уже чувствую вкусный запах. Ну что ж, давай-ка проверим, испекся он или нет. О, да, я уже вижу. Наш пирог идеально получился. Ах, объедение. Ребята, теперь-то я понял, что готовить нужно учиться. Нужно не только правильно смешивать ингредиенты, но и правильно их запекать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Ну а я пошел есть этот вкусный овощной пирог. Хе-хе.